восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих с вами александр шадов осьминог бесконечности да разберем понятие курса 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 курсы конечно а ну давать определение не буду этому состоянию вообще не понимаю о чем идет речь когда мы говорим о вкусе как по мне это вообще-то нечто совершенно эфемерное и временное на вкус и цвет товарищей нет говорят дело в том что подавляющее число людей вообще не уникальный вкус это на самом деле ростане и кто-то их внушает товарищи практически на вкус всегда предостаточно начнем с того что уникального вкуса нет когда говорят на пусть товарища нет это пуплищ полный конечно же определенно также следует заметить что вкуса как такового не существует эстетического его нет его нет его просто прививают людям причем этих вкусов как таковых может быть привито огромное количество то есть у меня может быть вкус классики я могу любить что-то классическое классическую литературу классическую музыку абсолютно все что угодно могу любить урок абсолютно разные жанры и люди которые нам классику чувствуют нередко плюются от рока люди которые рок слушают нередко плюют по классике ну то есть что такое вкус это по моему это пустая абстракция какая-то детская совершенно игра которая не имеет ничего общего с настоящим анализом произведений искусств принципе это абсолютно субъективная категория которые ставят одного человека над другим ну то есть у меня есть курс значит я могу судить значит я там выше выше интереснее умнее гениальный все ерунда не знаю что такое вкус он уже не объективен даже получается это не объективная категория а то есть мне понравилось значит у меня есть к я считаю что у меня есть это же пусто совершенно пусто да и следует опять же заметить что вкус обыкновенно вырабатывается на основании антитворческом то есть творчество как создание чего-то качественно нового на как по мне но качество на само по себе оно должно быть в общем то оно должно быть должно восприниматься нами хорошо всегда что-то новое создано прекрасно хорошо ну давайте оценивать это положительно уже хотел потому что есть критерий чего-то нового но носители хорошего вкуса они всегда против нового то есть я ни разу не видел чтобы какой-нибудь отбитый на голову филолог поддержал хорошая новаторское произведение искусства пока его не поддержали другие филологи и в общем то на этом основании получается что ну вкуса опять же все еще нет мы не можем найти этот хороший вкус он против творчества даже это очень вредная вещь вредная вещь бесполезная я считаю что развитие в искусстве в том же может происходить в огромном количестве направлений безграничным даже бесконечным но если мы воспитываем намеренно у человека какой-то один из специализированных вкус на вкус на классику или не знаю вкус на рок вкус на рэп и на прочее все эти направления не не смогут раскрыться мы перестаем искать новое когда воспитываем вот такие вот конкретные узкой специализированные дурацкие вкусы которых на самом деле не существует это останавливает наш прогресс в искусстве тот кто воспитывает вкус человека он как бы решает что ему чувствовать что думать и кого понимать мне же кажется что воспитывать мистический вкус неприемлемо так как он ограничивает творца и творцов творчество и творчество творцов и творчество и вообще противоречит самому пониманию вкуса нас разделяют учиться надо не какому-то одному вкусу а все вкусию допустим научиться вкушать огромное количество произведений разных во всех многогранности сложности а не просто говорить вот вот то что мне нравится то что вам не нравится не плевать любители искусства советует воспитывать этот вкус но тогда же какой этот вкус он как он может являться истинным как это может быть подлинным вкусом если он не заложен нас изначально а чего они взяли мы можем воспитать абсолютно любой вкус действительно вообще все что угодно воспитать человеку нравится какофонию напрямую то можно воспитать человека вместо классики слушать какофонию какую-нибудь звуков прайперы с этим справляются кстати неплохо так вот а можно заставить слепо любите боготворить откровенную чепуху и презирать все сложное достойное интересное умное творческое это вообще без проблем то есть зачем нам воспитывать вкус особенно если мы сами не являемся представителями вот прям этого искусства если мы сами не колоссально умны не колоссально достойные наши произведения не колоссально сложные но какой смысл тогда воспитывать один и считать что он верен все нас на это нет оснований а вкус основанный на догматическом воспитании не должен быть сердцевины и искусство это уж точно определенно вот что я на самом деле могу вам сказать о вкусе потому что ну по моему это просто иллюзия иллюзия который портит нам вообще все в искусстве и в творчество очень 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 мешает творчеству восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok